Вор в законе недели лишен воровского титула. 12 октября 2019 года на свадьбе дочери криминального авторитета Олега Крапивина был избит и лишен воровского имени смотрящий за Киевом вор в законе Андрей Недзельский, неделя. Раскоронацию провели известные законники Давид Азманов, Даток Краснодарский и Нодар Осаян, Нодар Руставский. Пока неизвестно, была ли это целенаправленная акция, целью которой стало отстранение недели от украинского воровского общака, или все произошло спонтанно. Судя по всему преобладает первая версия, так как подобные дела всегда заранее планируются и согласуются с другими ворами на сходнике. Скорее всего, участь Недзельского была решена заранее и присутствие авторитетов совместно на одном мероприятии было организовано специально. Как говорит наш источник, неделя контролировал не только Киев, но и центральную и западную часть Украины. Своими действиями он нажил себе много влиятельных врагов из числа кавказских воров в законе. Наиболее острый конфликт у него возник с одной из грузинской ОПГ, с которой уже бывший вор в законе не поделил контрабандный бизнес по экспорту янтаря. Избили и выбросили на улицу, в Киеве раскороновали опасного криминального авторитета. В Киеве в субботу, 12 октября, раскороновали и побили известного криминального авторитета, вора в законе Андрея Недзельского, неделю, Львовского. Об этом на странице в Facebook сообщил бывший первый заместитель главы национальной полиции Украины Вячеслав Аброскин. По его информации, это произошло на торжествах по случаю свадьбы в семье другого преступника Олега Бакинского. Три вора в законе лишили статуса вор в законе Андрея, известного по кличке Неделя, Львовский. После чего этого уже недовора сильно избили и выбросили за пределы территории. В воров в законе можно нарушать законы любой страны, но только незаконы их жизни, написал Аброскин. Вообще это очень хорошо, что в нашей стране на одного лидера преступной группировки стало меньше, добавил он. Чья бы корова мычала. Члены клана Шакроу строили переворот в Украине. Как стало известно про им Крым, 11 октября 2019 года, на свадьбе дочери лидера азербайджанской диаспоры Украины Олега Крапивина был избит и отстранен от воровских обязанностей, смотрящий за центральным и западным регионами страны, 46-летний вор в законе Андрей Недельский, он же Неделя или Андрей Львовский. Состояние потерпевшего до сих пор оценивается как крайне тяжелое. Незабываемый подарок Крапивинским молодоженам преподнесли трое воров, в том числе семейники Шакро, Дато, его племянник Инодар. По нашим данным, неделю начали бить после того, как его обличил его же кум Юрий Ёринек, также бывший гостем на свадьбе, в том, что он заказывал воров. На возражение недели о ничтожности слова фраера ему ответили, что теперь он тоже фраер. Незложение Андрея Недельского является следствием конфликта, обозначившегося на Украине два года назад между центральной и восточной воровскими группировками. Помимо недели, центр представляет Лера Сумской, которому теперь придется делать это в одиночку. Восток составляют донецкие и днепровские воры, включая подавляющее большинство находящихся на Украине грузин. С тех пор, как восточные пустили слух о связях недели с СБУ, он на это никак не отреагировал, не считая того, что начал избегать встреч с коллегами. Если слухи не беспочвены, в отношении обидчиков Андрея следует ожидать начала репрессий. В целом, инцидент может серьезно активизировать криминогенную ситуацию на Украине и привести к перестановке влияющих на нее сил. Вор в законе Андрей Недельский. Неделя. В криминальном мире принято давать псевдонимы ворам в законе, по названиям городов, где те родились или же длительное время занимались преступной деятельностью. Андрея Степановича Недельского, известного украинского криминального авторитета, по этой причине называют Андреем Львовским. Впрочем, несмотря на такой псевдоним по месту рождения, основная деятельность этого человека происходила не во Львове, а в Киеве, и забегая вперед, скажем, что Недельский стал даже смотрящим по центральной части Украины и украинской столицы. Годом рождения будущего криминального авторитета стал 1973. Но о детстве и молодости недели информации почти нет, известно только, что высшего образования он не получал и в каких-либо некриминальных сферах делать карьеру не пытался. Начало своего пути в криминальном мире неделя проложил в криминальных кругах, приближенных к деду Хасану, впрочем, в 90-х и ранних нулевых последний имел влияние почти на всем постсоветском пространстве и ему противостояли разве что несколько кавказских группировок. В самой Украине Недельский был близок к Сергею Мамедову, известному тогда вору в законе. Первое серьезное обвинение в адрес Андрея Недельского появилось только в 2010 году. Тогда был убит Александр Семенов, также криминальный авторитет, которого знали под псевдонимом Кацап. Находящегося на тот момент в Испании неделю нашли, задержали по подозрению в совершении этого убийства и даже экстрадировали в Украину. Но роль в деле сыграли коррупции и связи, обвинение было снято, и возможный убийца так и не попал в место лишения свободы. Смотрящий по Киеву. Становление Недельского как влиятельного человека, по сути, началось после смерти его покровителя, Мамеда, в 2011 году. Смерть эта была ненасильственной, но все равно вызвала передел сфер влияния, так как Мамедов держал общак, то есть владел воровским банком. Претендовали на этот украинский общак, а также на контроль за центральной частью Украины так называемые кавказские и славянские кланы. Недельский, по понятным причинам, был представителем славян, которые были близки к деду Хасану, а созданная при Хасане система связей функционировала еще довольно долго после его смерти. В 2012 году, в мае, состоялась воровская сходка в Киеве, и на ней, по согласию троих законников, одного российского и двух украинских воров в законе, Андрея Неделю поставили смотрящим по Киеву и региону. На тот момент Недельский сам еще не имел статуса вора в законе. Интересно то, что эта сходка была накрыта представителями украинских правоохранительных органов и присутствовавшие на ней лица, кроме самого Недели, были задержаны. Да и отсутствие титула у Недельского быстро исправили, 28 октября того же года он прошел почетный ритуал коронации, при этом короновала Андрея Львовского весьма уважаемый в воровском сообществе человек, да то кутаиский, он же, по своему настоящему имени, Давид Себесквердзя. Этот человек, как и все пятеро коронованных в тот день, включая Неделю, также принадлежали к клану Деда Хасана. Еще интересно то, что все они не имели гражданства Российской Федерации, поговаривали, что таким образом Дед Хасан делал определенную уступку МВД РФ, взамен на большее собственное спокойствие, конечно. Произошло это в Греции, где проживали тогда довольно многие криминальные авторитеты постсоветского региона. Кстати, в получении львовским титула вора в законе имеется один казус, который впоследствии дал основание и представителям враждебных преступных группировок, и даже заместителю главы Украинской национальной полиции Вячеславу Аброскину делать предположение, что титул был куплен. Казус этот в том, что Неделини тогда, ни до сих пор не имеет ни одного отбытого срока заключения, а по старым правилам ворами в законе делали лишь людей, отсидевших минимум пять лет. Если же человек получал этот титул, будучи не сидевшим, то ему явно предстояло это исправить. Конфликт с криминальным сообществом Долгое время Андрей Недельский, как и полагается, контролировал центральную и западную часть Украины. Делал он это почти открыто, даже открыл офис в отеле «Парус» в Киеве и принимал там многочисленных просителей и партнеров. Однако не обошлось без конфликта группировок, претензии к Львовскому стали предъявлять грузинские ОПГ, которые, соответственно, держат под своим контролем восточные и южные регионы страны. Одним из особо лакомых кусочков для них стал нелегальный бизнес по добыче и контрабандному экспорту янтаря, который сейчас контролируют близкие к неделе авторитеты. Именно грузины подняли весьма нехороший для Недельского слух, что он, якобы, связан со спецслужбами. Слух этот дошел до человека, из рук которого Львовский получил воровской титул, да то Кутаиского, тот как раз недавно отбыл очередной срок заключения и снова избрал местом своего пребывания Грецию. Да то слухи не понравились, ведь неблаговидное поведение крестника в воровском мире может отразиться и на репутации его крестного отца, и неделя был приглашен на важный разговор. Андрей Недельский предстал пред Кутаиским, но прямых обвинений и раскоронации не состоялось, да то лишь намекнул, что Андрей мог бы одолжить ему значимую и необходимую прямо сейчас денежную сумму. Львовский отказал в просьбе и уехал, на что получил требование прибыть на повторную встречу спустя неделю. Да вот только он на нее не приехал, хотя помимо Давида Себесквердзя, на ту сходку съехалось еще немало пребывающих на греческой территории законников. Это было весьма дерзко и весьма рискованно для репутации по законам воровского мира. Этим не применул воспользоваться Гии Звиададзе, противник недели. Снова прозвучали обвинения в связях с органами, плюс к этому именно на Недельского была возложена ответственность за безопасность и благополучие до то Кутаиского, которому неделя отказал в нужной на тот момент сумме помощи. Это были серьезные обвинения, Львовский даже начал сулить куда большие суммы людям, которые могли бы замолвить за него словечко. А тем временем Андреем Недельским заинтересовалась международная европейская Фемида. Правда, проблема была не в криминальных деяниях, а в его венгерском паспорте, который был поделкой, уж не говоря о том, что двойное гражданство украинцам иметь запрещено. Недельского объявили в розыск Интерпола и летом 2017 года он был задержан во время своего пребывания на территории Франции, в Ницце. Правда, пребывание во французском следственном изоляторе, видимо, единственная неприятность вора в законе в связи с этой историей, адвокаты явно помогут ему вновь избежать осуждения и ходки. А вот конфликт с украинскими криминальными авторитетами точно не исчерпан и по сей день, в начале 2018 года, например, неизвестными был обстрелен из гранатомета киевский ресторан, где иногда бывал сам Андрей Недельский. Также, в случаях его участившегося отсутствия в Украине, в этом же ресторане встречается с посетителями его приспешник Дима Донецкий. Трудные времена для воровских кланов в Украине. Украинские силовики обозначили себе новую цель в борьбе с засилием воров в законе. Заместитель главы нацполиции Вячеслав Аброскин подписал с властями Чехии договор о сотрудничестве по борьбе с организованной преступностью. Как известно, в Чехии проживает несколько законников, которые имеют свои интересы на Украине. Благодаря такому сотрудничеству станет возможным арест любого криминального авторитета на территории европейского государства и экстрадиции его в Украину, если та затребует выдачи преступника. В ближайшем будущем такие договоренности будут и с другими странами, куда в последнее время переехали криминальные генералы, наследившие на незалежной. Речь идет в первую очередь о Турции и Греции. Также украинцы хотят ввести новый закон об увеличении тюремных сроков для лидеров преступной среды и предполагается это сделать до инаугурации нового президента. На прошлых дебатах данный законопроект, разработанный Арсеном Аваковым, не приняли из-за расхождения в голосах при голосовании. Против этого выступили нардепы, еще в 90-е годы засевшие в парламент и знакомые с лидерами различных ОПГ по тем временам. Как говорит источник в МВД Украины, многие депутаты всех фракций получают от законников денежные средства в обмен на различные услуги. А фракция БПП вообще подозревается в связях с днепровским кланом вора Сергея Олейника по прозвищу Умка. А смотрящий по центральной и западной Украине, вор в законе Андрей Недельский, неделя, открыто принимает у себя народных избранников в премьер-паласе по пятницам и субботам. Закон практически повторяет пример Грузии по борьбе с ворами, где только за такой статус можно получить 10 лет колонии. Как говорят источники в МВД, такими кардинальными мерами Аваков хочет повысить свой рейтинг, заодно избавив страну от законников, влияющих на многие политические процессы. Как известно, на Украине много преступных группировок, которыми руководят как приезжие, так и местные воры в законе. Что касается криминальных кланов, то в Западной Украине верховодит неделя, в Восточной – Умка, а Южную Украину контролирует не так давно вышедший на свободу вор в законе Надир Салифов, Лоту Гули. Имен могут лишиться многие. В окружении раскоронованного вора в законе недели рассказали стране свою версию событий. Украина стоит на пороге большого передела в воровском мире, а возможно, настоящей войны за ресурсы, влияние и деньги. После того, как мы рассказали подробности раскоронования киевского вора в законе Андрея Недзельского, он же неделя, на нас вышли представители окружения самого недели. И рассказали свою версию событий. По их словам, дело было так. Андрей приехал на свадьбу детей Олега Крапивина, Бакинского, которых он знал еще с детства и очень тепло к ним относился, чем воспользовалась конфликтующая сторона, зная, что неделя обязательно приедет их поздравить. Как только неделя прибыл на празднование, кто-то подтвердил приезд Ункё, Надару Руставскому и Дато Краснодарскому, последние приехали тоже, говорит наш собеседник. В окружении Андрея Недели считают, что это была спланированная западня. Разногласия у воров произошли уже давно, но в ответ на неоднократные приглашения Недели на встречу они уклонялись. Несмотря на праздник и на то, что неделя был один, он не менжанулся неожиданному появлению братьев и решил разговор не откладывать, они уединились в номере на 10 этаже гостиницы Фермант Грэн. Существует два вопроса, которые обсуждались, какие именно, наш собеседник назвать не может, но утверждает, что разговор вновь зашел в тупик. Довести неделю так ничего и не получилось, а в третьем акте запланированного спектакля Унка, Надар и Дато привлекли бизнесмена Юрия Ёреника, Юра Молдаван, который оклеветал неделю. После чего оппоненты распустили руки, но неделя вел себя достойно и дрался, несмотря на численное преимущество, при этом ушел из номера последним, говорит наш источник. В окружении Андрея и недели настаивают, что вор, вором и остается. Лишить статуса вора его может только широкий круг воров, а не три конфликтующих авторитета. Недели держит удар, в его поддержку поднимается многочисленное количество влиятельных воров дальнего зарубежья и наших. Разборки будут серьезными. Воры, поступившие с неделей не по-воровски, оттолкнувшись от слов бизнесмена, уже сейчас пытаются свести ситуацию на личный конфликт, мол, воры подрались между собой, бывает. Неделю пытаются играть, а цель этой комбинации – большие деньги и редел влияние. Но неделя ничего дарить не собирается. Имен могут лишиться многие. Позор тем, кто не жестко отреагировал на произошедшее и отмалчивающимся. Они рано похоронили своего друга, с кем ломали хлеб, говорит наш собеседник. Отдельно там прокомментировал ситуацию с людьми, связанными с МВД. Недели в плюс играет факт, что через короткое время после произошедшего Аброскин на своем фейсбук радовался произошедшему беспределу. Это подтверждает его связь с конфликтующей стороной. А еще, как быстро растиражировали СМИ эту искривленную информацию. Более того, шеф МВД Аваков дает убежище в Украине в арам кавказской национальности, которые пачками едут в Украину из России, что является ничем иным, как сдачей национальных интересов, говорит наш источник.